итак друзья сегодня прекрасный день для теории давайте немножечко поговорим про domain model я вам напомню лишь одно что лучше всего подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропустить новое видео и и если вы станете спонсором видео будет больше видео будут качественнее ну и возможно всякие спонсорские штучки которые доступны только спонсором вас тоже порадует итак сегодня говорим про domain model про речь domain и про анемик domain model у меня в общем-то как бы сложилось впечатление о том что есть некоторые недопонимания у в среде разработчиков и я бы хотел немножко прояснить на мой взгляд и если я не прав опять же пишите в комментариях для начала давайте посмотрим что говорит мартин фаулер про то что такое domain model у него есть описание в статье который говорит о том что объектная модель домина включает себя как поведение так и данные и это как раз и есть рич domain model в общем то такого понятия как анемик domain model оно исключает поведение но об этом чуть позже поэтому мы говорим рич domain model подразумеваем просто домин моду чтобы не путать с анемик домин моду потому что она тоже является домин моду и так бизнес логика может быть очень сложной модели домина призваны решать задачу реализации ты бизнес логики в реализации могут быть как правило так и поведение и это как раз опять же говорит о том что это рич domain model или просто domain model поехали дальше опять же надо сказать что domain model то есть объектная модель данных она то есть объект может быть и корпорация да в которой включаются миллион там до самого низа то есть граф очень большой а может быть просто одной строчкой допустим форме заказа ну во всяком случае так говорит мартин фаулер я с ним согласен и это как бы только начало теперь вернемся к тому какие бывают модели то есть бывает анемик дома и моду и рич доме моду вообще на самом деле не то что это бывает да вот это на слуху есть анемичная модель есть богатая модель но мы понимаем что рич она как бы здесь приписка для того чтобы было отличие от анемик а на самом деле domain model это как бы то что писал мартин фаулер то чего он предполагал что это будет основной domain моделью которая в общем-то не подразумевала присутствие анемик domain model в общем-то нужно понимать что это как бы разные подходы при разработке как отличить собственно игра анемик дома и моду от рич на вашем экране вы сейчас видите анемик доме моду класс бокс и у него есть ширина и высота ширина и длина прошу прощения а это пример рич доме моду в нем помимо ширины длины есть еще и некоторые обработки некоторые поведения некоторые методы которые в общем то дополняют эту модель а собственно говоря вот в конструкторе мы как раз определяем валидацию некоторых свойств и этим самым гарантируем консистентность модели то есть ее валидность по части состояния то есть мы не можем умножать он вычислять площадь не имея какого-то не задано им имея какое-то незаданное значение это будет гарантировать о том что всегда будет расчет правильный собственно говоря речь пойдет вот о чем если мы говорим про характеристики то нужно разобраться по отдельности она миг домой моду это объекты без поведения то есть кроме говоря свойств ничего в них нету и они естественно хранятся в базе данных и отсюда следующее если у вас простые свойства то маппинг очень простой и в в моду и это будет прокидываться элементарно просто грубо говоря прокидывая одни значения одного класса на другие значения на значение другого класса ему подобных в чем суть суть от этого анемик дома он прост при построении когда вы создаете приложение вам проще накидать свойства и в общем-то поехали дальше создание очень элементарно очень просто логика при этом при которой используется для обработки вот этого дома и модул она находится вне модели то есть в таких классах как репозитории сервис провайдер менеджер ну и там хелперы в конце концов какие вы захотите себе придумать вся логика находится там и это в общем-то самое основное отличие как раз вот этот анемик домайн модул от рич домайн модул ну и еще надо сказать что анемик домайн модул считается анти паттерном ну во всяком случае так написал мартин фаулер и я с ним чему-то не согласен потому что это один из подходов и он имеет место быть потому что и то и другое может использовать для например в ddd что же говорить про рич домайн модул здесь уже объекты не просто объекты уже с некоторым поведением как показано было на примере и они также хранятся соответственно в базе данных это тоже не некоторые на ограничения накладывает об них чуть-чуть про них чуть-чуть позже и надо понимать что маппинг на модели если вы конечно вы его используете он будет более комплексный более сложный то есть некоторые свойства будут наполнены специальным образом но опять же говоря о свойствах этой домайн модели здесь уже простота не создание потому что вам придется практически вот эти вот роль как они рулы правила и в общем-то поведение при создании модели описать соответственно вам нужно понимать как работает бизнес логика и для того чтобы написать правильные поведения вашей думаем моду нужно реализовать на основании тех правил тех requirement требования которые вам дал собственно гря заказчик но после того как у вас это будет реализовано использование уже будет гораздо проще чем допустим в анемичной модели потому что создавать ее проще а использовать сложнее потому что для этого нужны дополнительные классы логик поведения находится в модели ну надо сказать что логика она логики розни поэтому здесь логика наверное по валидации по состоянии текущего объекта она будет находиться в модели есть и некоторые ограничения о них чуть чуть позже и в общем то надо сказать что ричиду майн моду является как раз правильная реализация уп в котором внутренне капселюруются все внутренние обработки которые на самом деле никого вне этой модели не интересует и это как бы большой плюс но теперь давайте перейдем некоторые к некоторым комментариям которые нашел в интернете я просто прокомментирую так место обработки бизнес логики имеет значение да это я с этим согласен потому что в долмайн модул в рич которая то есть она содержит износить самые обработки они находятся внутри модели если у вас анемичная модель то они содержатся вне модель имеет значение почему потому что если вы договорите свои компании своей группы разработки всегда использовать анемик модул то у вас обработка выходит в сервисы и собственно говоря этих сервисов будет больше плюсы и минусы мы обсуждать не будем потому что есть как бы и те и другие но тем не менее имеет место быть когда говорится о том что анонимичная и рич они разные по типу обработки критичная валидация состояния объекта да как раз рич думаем моду он гарантирует адекватное или консистентное состояние объекта на текущий момент другими словами какой бы у вас объект не пришел вашу обработку вашу бизнес логику у него будет состояние валидное то есть как говорить про бокс который класс мы пока смотрели в самом начале то не может быть там созданный меньше нуля или больше нуля значение я имею ввиду равное нулю или меньше нуля значения допустим ширины и длины просто система не даст это сделать есть такое понятие договориться на берегу о чем идет речь если у вас полкоманды используют анемичную модель а другая полкоманда рич модель ну в общем то в какой-то момент времени вы столкнетесь с тем что у вас велосипеды в разных местах и нужно будет просто выбрать на каком велосипеде вы поедете а если у вас большая группа разработки то точно будет очень плохо поэтому либо использовать одно либо другое я с этим тоже согласен дальше зависит от сложности бизнес логики и личных предпочтений но вот с личными предпочтениями я соглашусь а вот зависимость от сложности бизнес-логики нет не соглашусь и на анемичной модели и на рич модели можно использовать любой сложности бизнес-логику и в общем то единственное что место ее реализации будет разное но есть плюсы по юнит тестированию в одном смысле и допустим про с реализацией в другом, это нужно просто понимать. То есть к чему ведет вот эти дополнительные методы. Итак, следующее высказывание. Оба типа подходят для DoMind Driven Design. Да, совершенно верно. Подходят, реализуются и работают. Просто для анемичной модели реализации гораздо больше, на мой взгляд. Ну, просто классов больше. Может быть, реализации меньше, классов больше, это 100%. И надо сказать, что Фаулер считает анемичную модель анти-паттерном, поэтому он как бы говорит, что это как бы, ну, не камильфо, когда вы используете DoMind Driven Design, это нарушение ООП и все такое. Хотя Эванс говорит, что и так, и так будет работать. Дидидиди, он не призван выбирать какую-то конкретную модель ему фиолетовую. Дальше. В ReadyDoMind Model есть минусы. Состояние зависит от другой сущности. Да, действительно так. Есть ли у вас объект, и его состояние может зависеть от другой сущности, которой вы не можете заинжектировать конструктор или сделать ссылку на него, потому что это будет связанность и все такое. И естественно, это является минусом. И также ОРМ, который будет, ну, например, Entity Framework при сериализации и десериализации, будет ходить по сеттерам, геттерам, соответственно. Итак, ну, смотрите, вы сохранили объект, базу данных, провалидировав его, а потом из базы получили, и он будет снова дважды провалидирован, несмотря на то, что он в базе уже лежал провалидированный, сохраненный, а при десериализации в ОРМ, ну, допустим, в Entity Framework проверка будет произведена заново. Ну, и, в общем, если делать при обработке свойств какие-то валидации с с хождением в другую сущность, там, через репозиторию, еще как-то, ну, это вообще хрень какая-то получается, я такого никогда не делал, если делали, поделитесь в комментариях, посмеемся вместе. Ну, и надо сказать, что в AnemicDomainModel тоже можно реализовать сложную бизнес-логику, да, я уже об этом сказал, что DDD, как бы, достаточно для сложных решений предназначен, для их оптимизации и усовершенствования подхода разработки, и, раз он принимает и тот, и тот подход, то, естественно, можно. И есть и плюсы, собственно говоря, вот в AnemicDomainModel подходе, когда вы можете в сервисы, в менеджер-провайдеры, там, я не знаю, еще в какие-то хелперы инжектить те самые средства валидации или поддержания состояния объекта, ну, для более сложных, эффективных запросов, это тоже, как бы, плюс. В общем, есть и плюсы, и минусы, надо за этим хорошенечко смотреть. Дальше, есть еще другое высказывание, которое, в общем-то, ну, смотрите, когда вам приходят новые требования в систему, то есть от заказчика, проще всегда изменить модель или проще всегда изменить какой-то сервис, менеджер, провайдер. Я не понимаю, напоминаю, что при изменении какой-то модели потребуется миграция, и там внутренняя реализация reach-to-mine-model, она может быть достаточно сложной, чтобы какие-то изменения упали в базу, и вот в этом вот ограничение, на мой взгляд, и я согласен с тем, что вот reach-to-mine-model в этом смысле может быть немножко сложнее, чем anemic-to-mine-model, взял сервис, изменил, действие изменилось, в базе они, естественно, не лежат, в общем, на мой взгляд, это удобно. Ну и смотрите, если говорить про entity framework core, то там есть прокси-объекты, они в принципе работают с пока-объектами, то есть с чистыми моделями, которые не содержат какого-то поведения или какой-то бизнес-логики, это просто такая реализация в entity framework core, если вы не используете, ну, наверное, вас этот не будет волновать вопрос. Ну и затем есть запросы в BD, я прошу прощения, у нас тут есть в нашем в нашем телеграме некоторые сообщения, прошу прощения, отключил, в следующий раз буду обязательно отключать. Итак, запросы в BD легче при использовании личной модели. Да, наверняка здесь тоже есть некоторая доля правды, потому что как только вы пошли в базу, вам entity framework получит данные и здесь реализует их в объекты. Ну, ё-моё, понеслось, надо все-таки отключить, сейчас, секунду. Все, отключил. Итак, запросы в BD действительно будут легче про анемичную модель, потому что не будет происходить валидация на момент действия реализации из базы данных. Я думаю, что это понятно, да, то есть если вы берете из базы данных валидную модель, то есть валидные какие-то данные и действия реализует их, я уже об этом говорил раньше, в какую-то, собственно говоря, сущность, то Rich Model пойдет делать проверки при создании вот этого самого объекта и это в общем-то накладывает некоторые ограничения. При большом количестве моделей это будет существенно больше по времени, больше по ресурсам. Я думаю, что это понятно, да? Теперь дальше. Есть еще одна страничка, номер 4, и здесь следующий вопрос, следующее высказывание, звучит следующим образом. При работе с бизнес-объектами типа Rich Model чрезмерная валидация может быть проблема. Ну, смотрите, речь идет про опять же десерилизацию из базы данных, идет про серилизацию, когда вы, например, ну, не дай бог лази-лоудинг загрузили и пошла вот эта вот валидация, это может быть проблема действительно. Надо понимать, что если у вас есть объект, который имеет какие-то свойства валидации, то они будут в любом случае дергаться при обращении к этому свойству. Даже если ваша модель абсолютно нормальная хранится в базе, вы ее получили и при обработке бизнес-логики каких-то бизнес-данных, каких-то бизнес-правил при каждом обращении к какому-то объекту будет валидация и это нужно понимать. Есть варианты, когда это можно реализовать через конструктор, то есть минимизировать количество проверок этой самой модели без использования свойств, но это опять же не гарантирует некоторых дубликатов. Если у вас модель как бы сама по себе валидная и она не затрагивает, ее статус не затрагивается в других сущностях, это тоже будет работать очень плохо, потому что для того, чтобы получить значение свойства в другой сущности, придется извращаться и это уже не очень есть хорошо. Дальше. Ричдомайн модел предполагает дублирование логики поведения. Да, если у вас опять же говорить про зависимости статуса одной сущности от другой, дублирование может перейти в сервисы и в какой-то момент вы просто будете фигачить все валидации в сервисы и забудете про этот rich domain model. В общем, нужно внимательно за этим следить. Для разработки это на самом деле очень сложный вопрос. Я скажу честно, я в большинстве случаев, я в 90% случаев, если не 95%, использую анемик domain model, потому что это на самом деле мне удобнее, а с другой стороны, есть иногда моменты, когда проще все-таки использовать ready domain model, то есть некоторые простые элементарные функции выносить в модель и надо сказать Antity Framework особенно последней версии хорошо это проглатывают, отлично работают и вообще практически не меняя при этом ни конфигурацию, ни в общем-то ни типы хранения, ни типы связи. так дальше можно использовать в новом проекте rich dynamic model dominant, да, это можно делать, но я настоятельно не рекомендую это делать, в конечном случае, в конечном итоге у вас будет дублирование о том, что вот сказано в предыдущем, то есть если вы пишете и там и там бизнес логику, где-то она начнет дублироваться, где-то пойдут недопонимания и хорошо, если вы один на проекте и это хорошо, что вы сами понимаете где, но я вас уверяю, что через какое-то время просто забудете про него и начнете поехали дальше, что я хочу показать на демонстрации, это будет скорее всего следующее видео, я хочу показать и анемичный domain model и rich, то есть богатый domain model реализацию, возможно это будет один проект или два разных видео, пока еще не знаю, в зависимости от того, какого объема видео получится, и я объектов, то есть документы допустим партисипант, то есть участники документа, будем считать, что это какой-то документооборот, который имеет статусы при наличии каких-то участников, которые подтвердили, и вот чтобы это реализовать, я хочу это реализовать реально, положив это в базу данных, создав миграции, ну и соответственно для анемичной модели будет то же самое, только будет другая сущность order и order item всем известны, пока у вас не будут какие-то order item и там в строчках запиханы, их количество имеет значение для статуса order, собственно говоря, как и для документа, количество подписантов или участников этого документа оборота тоже имеет значение, ну и что будет рассмотрено в этой самой демонстрации, во-первых, это будет платформа sp.netcore, я буду использовать nimble framework, потому что там уже все подключено для того, чтобы это быстро реализовать, nimble framework я кину в описании, если интересно, я буду делать на примере entity framework core, то есть как раз то, с чем обычно возникают сложности, я буду при этом использовать миграции, чтобы показать какие модели, то есть какие типы модели данных формируют, при том и про другом подходе, я надеюсь, что это получится в одном видео показать, для того, чтобы было наверное удобно смотреть, хотя знаете, отпишите в комментариях, как лучше сделать одно видео или два, и это будет на самом деле большая польза от вас, сейчас хочу с вами попрощаться, видео получилось на мой взгляд интересным, если я не прав, отпишитесь в комментариях, от вас жду приглашения, замечания, комментарии, ну и конструктивная критика тоже приветствуется, welcome в наш телеграм канал, будет интересно, ну и в общем-то ставьте лайки и пишите правильный код, до сих пор, Продолжение следует...